Уже с самого раннего утра на площади Альфа-Рабини протолкнуться. Тысячи горожан пришли на сельскохозяйственную ярмарку, чтобы приобрести товары местных производителей. И покупатели были приятно удивлены как качеством товара, так и стоимостью. Цены очень дешевые, доступны всем. С разрешением вот такими, а то здесь цены все минимальные. И люди все довольны вроде. Нравится, конечно. Можно купить все, пройти по одной улице и все купить. Бытовая химия, фрукты, овощи и крупы. Несмотря на то, что на ярмарке всего было в изобилии, за продуктами из стабилизационного фонда горожане выстраивались в очередь. Как отмечают покупатели, цены на социальные товары поднялись. Сахар, мука, картошка и лук подорожали на 5-10 тенге. Но даже несмотря на повышение стоимости, социальные товары отпускали ограниченно. Не более 5 килограмм в одни руки. Мы хотели мешок взять по 25, как обычно. Сейчас 5 килограмм больше не дают. Что, мы из зря пришли, что ли там это? Как объясняют продавцы, ограничения по весу чиновники вели сознательно, дабы оградить покупателей от перекупщиков. Не порадовали горожан цену на огурцы и помидоры. Стоимость этих овощей колебалась от 450 до 600 тенге за килограмм. Это уже привозное все сильно. Сильно дорогое. 500-600 в магазине тоже 500-600 огурцы, помидоры. Ну, вы знаете, я скажу, цены не отличаются ничем не от рыночных. И качество тоже самое. Зелень я тоже вот купила. И на рынке даже дешевле наверху. Зато макаронные изделия, крупы, молочная и мясная продукция пользовались на ярмарке особым спросом. Килограмм свинины и говядины стоил 1000 тенге. Фарш от 800 тенге. Вся продукция свежая, говорит Дехканин Владимир Осипов. Скот забивают за день до ярмарки. Скоксаяка мясо привезенное свежее, нормальное, недорогое. Продаем, стараемся подешевле, чем на рынке. В целом, шимкенцы остались довольны ценами и качеством привезенного товара. Потому и пожелали, чтобы подобные ярмарки проводились как можно чаще.